Привет-привет, книжный мир, с вами Лена, и сегодня мы вновь отправимся путешествовать, но уже по марта предыдущих лет, и посмотрим, что же такое я там читала. В том году у меня за март за прочитанное вышло даже два ролика, потому что, мне кажется, это был чемпион в плане прочтения. Я вам быстренько обозначу книги, о которых я там рассказывала, и оставлю ссылки на ролики, где можно побольше о них узнать, если вас какая-то книжка интересует и мое мнение о нем. Во-первых, это был когда... это был когда Бог... так, одной из книг была, когда Бог был кроликом. Потом мой любимый «Ночной цирк» продолжает читать Моргенштерн и понимаю, что это мой покупаемый автор, но она написала только три книги, если все правильно проверила, и это какая-то печальная новость. Затем все, чего я не сказала, эту книгу я люблю и считаю, что она не зря так популярна на всех сурбежных и на нашем Буктюбе. Потом, с любовью, Лара Джин, экранизация уже вышла. Кстати, напишите, кто смотрел, что думаете. Затем сборник рассказов «Соловей и Роза» от Веры Инбер. Для меня это было открытие и восхитительное открытие. Разочарование, непопулярное мнение. «Маленькие женщины» было очень наивно, а вот экранизация мне очень понравилась, хотя я так поняла, что она состоит из двух книг, хорошие... ой, маленькие женщины и хорошие жены. Также читала я «Странную погоду в Токио», маленькая книжечка от японского автора. Сначала было непонятно, а потом мне очень понравилось. И книжку, которую я отдала библиотеку, это «Кровь-любовь», поэтический сборник. Поняла, что с поэзией, наверное, мы не на одной ноге и живем в разных мирах. Поэзия только, наверное, в песнях мне пока что нравится. И также читала Агнес Грейбер, «Лав библиотеки». И вот та книга показала мне, что я, наверное, не фанат классической литературы, да, 19 века, мне очень всегда скучно об этом читать. А в 2019 году, в марте, кстати, в марте именно, я это хорошо очень помню, я открыла для себя BookTube, причем сначала зарубежный, и потом только через пару месяцев поняла, что и у нас на российских просторах очень много клёвых блогеров книжных. И я читала уникальный экземпляр от Тома Хэнкса. И я не могу сказать, что мне понравилась книжка, я эту замхолила. Хотя теперь желаю, потому что это была первая книга, которую я купила в Будапеште. Ну да ладно, я думаю, что эта книга может понравиться. Вот я, допустим, фанатка Тома Хэнкса, я люблю фильмы, но с книжкой мне было скучновато. И в этих книгах, насколько я поняла задумку, он рассказывает, как различные фильмы могли закончиться, точнее, как судьбы героев из различных его фильмов могли закончиться. Но я очень точно помню такой контраст был, что короткие истории я бы, наоборот, и хотела подлиннее сделать, а те истории, которые у него были длинные, я бы их, наоборот, сократила. Ну, в общем, так не сложилось. В 2018 году я читала, о, даже ничего, эта книжечка. Во-первых, книга, которую я уже продала на Алиэкспресс, это... Ой, Алиэкспресс, Афита. Это книга Али Папа про Джека Ма. И тут я тоже хочу сказать, что в начале книга безумно интересная. Она рассказывает о том, как Джека Ма учил английский язык, как он водил туристов, как он вообще становился тем, кем он становился, как он принёс технологии в Китай. В общем, там много всего интересного в начале, но по большинству своему книга, конечно, о создании сайта, про бизнес, и потом мне было читать сложно, не очень интересно. Хотя я дочитала, но вот первая часть, она однозначно стоит того, что прочитать, потому что судьба реального человека, как я иногда говорю, в разы безумнее, непредсказуемее, чем что-то придуманное кем-то. Также книжка, которую я дочитала и дважды пыталась замхолить, «Был успешно» — это проект счастья. В этой книге Кретхен пыталась найти баланс между всеми сферами своей жизни, и я к этой книге обязательно вернусь, просто для меня она сейчас не ревевантна, поскольку у меня очень много социальных ролей, просто пока нету тех, что у Кретхен в этой книге. Затем «Сафарли», «Когда я вернусь, будь дома» — это набор писем от отца к дочери, и для меня, наверное, это пока что самая грустная книга, которую я у него читала, у этого автора, которого, вы знаете, очень сильно люблю. И также ещё прочитала своего драгоценнейшего Рея Брэдбери, его сборник «Кошки на пижаму». В этот сборник, кстати, входят две истории, которые я очень сильно люблю. Это «Смерть осторожного человека», самый лучший детектив, с которым я ознакомилась, и также «Превращение». Это было что-то вообще вне моего понимания, как он такое вообще смог придумать. В 2016 году я прочла книгу «Человек и его символы на русском языке». Мне кажется, эту книгу я дала в библиотеку. Но почему я изначально захотела и вообще о чём книга? Когда я ещё была в Бразилии, я у своих знакомых увидела вот такой вот вариант с кучей иллюстраций, с кучей дополнительного материала, и я думаю, что в российском издании будут тоже проиллюстрированные версии. Но оказалось, что не так. И единственное, что я помню из этой книги, что вначале говорится о том, чем символ отличается от образа. Всё, потом, что, о чём эта книга. И через пару лет потом приехала моя знакомая из Бразилии, я её попросила мне привезти всё-таки это издание, потому что я хочу его перечитать и, возможно, как-то лучше, да, запомню вместе с этим материалом. Кстати, откуда она тут? А, да, из СЭП, потому что это секонд-хенд. Вот, и тут первая строчка о том, что, в принципе, о чём эта книга... Сейчас вам вольный перевод сделаю. Когда какая-то вещь ускользает из нашего сознания, эта вещь не перестаёт существовать. Так же, как машина, повернувшая за угол, не растворяется в воздухе. Вот, в общем, что-то в этом роде. Так что я уверена, что к этой книжке я ещё вернусь. Во всяком случае, потому что я сорока, и мне надо посмотреть, полистать картинки. И смотря картинки, конечно же, будет текст глазом выхватываться. В 2015 году, в марте, я помню, что усердно пыталась найти работу. И вот у меня был очень большой стресс, потому что я уже две работы сменила, и всё как-то не устаканилось. И, видно, из-за этого стресса вообще ничего не прочитала, ничего, у меня никаких записей по марту нет. А вот в 2014 году я читала Сара Мага, кажется, было моё первое с ним знакомство, читала Кайна. И это был не пересказ, да, истории Кайна, а то, что случилось с ним после того, как он был своего брата, о договоре, который он заключил с Богом, и вот отправился в странствие. И я, честно говоря, помню, что эта книга написана с иронией, даже с такой язвительной иронией. Мне было её интересно читать, и понравилась, допустим, больше, чем слепота. Но прям по полной я эту историю сейчас не вспомню, но помню, что было не безинтересно. И на этом, в принципе, кончается. Как вы видите, книг у меня было не так много, и за прошлый год я прочитала намного больше, чем за все года вместе взятые до него. И я вам сегодня покажу мои первые попытки с цветными срезами, что я узнала, что поняла в конце, сделаю быструю видяшку о том, как я это... как эти срезы я создаю, потому что одну книжку мне нужно будет отправить. Я решила её всё-таки приукрасить, надеюсь, новая хозяйка не обидится. Так, у меня, значит, была баклажановая... баклажановый акрил, медь, и я начала с меди, с книжки, которую мне не жалко. И я её не добила, потому что я поняла, что я не права. Здесь вы можете увидеть, что я тут не прокрасила, и для этого я поняла, почему Алина говорила, что нужна маленькая кисточка. То есть эту книжку я ещё доработаю, но я её бросила, потому что думаю, так, с этим цветом всё понятно. Затем я взялась за баклажановый, но, честно говоря, я даже не знаю, на что это похоже больше. И цвет будет разниться, да, потому что я экспериментировала с густотой. Вот здесь погуще, вот здесь побольше воды. И вот тут прям совсем я очень много краски брала, ну, акрил брала на кисточку. И тут такая как бы хрома, когда я начала разлеплять странички, они не очень красиво выглядят. Вот, честно говоря, вот этот цвет очень насыщенный, и как-то я думаю, что я с ним ещё буду работать. Но, в принципе, сдалека. Затем я решила попробовать матовый цвет, купила свой зелёный и провела эксперимент над Петровыми. Вот здесь у меня не очень хорошо вышло, потому что я всё ещё искала, какой нужен баланс воды и краски. Я поняла, что лучше вообще, наверное, без воды, либо совсем капельку смочить кисточку и потом уже работать с акрилом. И вот здесь потом, видите, когда я поняла, что какой баланс мне нужен, вышло очень даже симпатично. Но для меня как-то было темновато, и я решила перемешать золотой акрил с зелёным, и у меня вышел идеальный цвет, который мне очень нравится. Я не знаю, будет ли виден или нет, но вот он такой светлый, золотистый и очень ровно лёг, когда я уже поняла. И всё, на этой нотке я буду с вами быстро прощаться, вставлю ещё видео о том, как я крашу срезы. Желаю вам солнечного настроения, такого же, как у меня сегодня за окошком. Прям чувствуется, весна грядёт. Потрясающих книг, тихих соседей, когда вы дома, особенно когда у вас читательский час или день. И, как всегда, самого доброго, светлого. И с вами, надеюсь, увидимся очень скоро. Пока, 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 пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok